Ровно 90 лет назад в Советской России было создано до сих пор не имеющее аналогов в мире массовое детское объединение, которое чуть позже получило название Всесоюзной пионерской организации имени Владимировича Ленина. Десятки миллионов советских людей, в том числе и большинство присутствующих в этом зале, в разные годы с гордостью носили красный галстук. А наша уважаемая коллега Людмила Ивановна Швецова была секретарем Центрального комитета в ЛКСМ и руководителем всей пионерии Советского Союза. Разрешите от имени фракции КПРФ поздравить всех с этой замечательной юбилейной датой. 90 лет назад, стоя у истоков детского общественного движения в Советской России, Надежда Крупская говорила, что основой и основной задачей развития пионерского движения является воспитание юного поколения. Вся история пионерского движения – это летопись воспитания в ребенке любви к родине, его патриотических и гражданских качеств. Во все времена пионерия жила интересами страны и народа, без преувеличений являясь первой школой гражданского становления подрастающего поколения. Без этой кропотливой работы был бы невозможен отмеченный даже врагами феномен советского человека – патриота, государственника, не жалеющего себя в деле защиты и процветания своей отчизны. Воспитанники пионерии – это герои Великой Отечественной войны, труженики тыла, покорители целины и космоса, укоротители атома, они создатели и творцы Великого Советского Государства. К сожалению, 20 с небольшим лет назад на фоне антикоммунистической истерии вместе с водой выплеснули в буквальном смысле ребенка, а точнее миллионы детей, вытолкнули на улицу из воспитывающей, развивающей и созидающей общественной среды. Вот уже третье десятилетие происходит размывание воспитательной функции российского образования. Современная законодательная база, а главное финансово-экономическая политика государства направлены на так называемое оказание пресловытых услуг, а не на воспитание. Все это самым пагубным образом сказывается на подрастающем поколении. В России происходит рост детской преступности. Бандитами и убийцами становятся уже 8-10-летние. Например, в Санкт-Петербурге рост преступлений, совершенных детьми и подростками, за последние годы вырос на 20%. Неуклонно растет количество сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Их в стране уже почти 700 тысяч. Беспризорность и безнадзорность достигла, по некоторым данным, 2 миллионов человек. Ежегодно в стране появляется 120 тысяч сирот, около 200 детей. Ежедневно государство отбирает у нерадивых родителей. Нас захлестнула волна детских и подростковых самоубийств. Насилие над детьми. Растет число детей, подверженных алкоголизму и наркомании. Все это следствие ухода государства с поля воспитания детей. Школа под напором бюджетирования, ориентированная на результат, все больше становится фабрикой образовательных услуг. В этих условиях воспитательная функция могла бы быть подхвачена детскими и общественными, в том числе пионерскими организациями, как это было в Советском Союзе и как это происходит во многих развитых странах мира. Кстати, хорошим примером для нас могла бы послужить Братская Белоруссия, где даже в условиях серьезных экономических проблем было сохранено массовое пионерское движение. Однако за 20 лет, прошедших после разрушения пионерских структур, так и не выстроена система детских общественных организаций. А то, что осталось от советских времен, во многом держится на энтузиазме отдельных активистов, которые не находят практически никакой государственной поддержки. В современной России в разы сократилось количество детских оздоровительных, трудовых и спортивных лагерей. Стремительно исчезают дворцы пионеров и дома юного творчества. Происходит коммерциализация внеклассной и внешкольных форм организованного детского досуга. Мерилом всего и вся становится пресловутая эффективность. Уже сейчас воспитатели и работники детских общественных организаций лишились педагогического стажа. Стремительно исчезают должности вожатых и воспитателей. В современной ситуации школам становится неэффективно их сохранять. Громадной проблемой для всего детского движения становится отсутствие новых кадров и их подготовка. Как верно отметил один из директоров московской школы в системе школьного образования, близорукий бухгалтер приходит на смену учителю. Особо опасным являются законы, принятые в последние годы об автономных некоммерческих учреждениях, о подышевом финансировании школ и других детских учреждений и состряпанной фурсинговской командой новый проект закон об образовании. Этот господин, который ни дня не проработал ни в школе, ни пионер вожатым в лагере, любит повторять, что задача современной образовательной системы – это подготовка квалифицированного потребителя. Меж тем, великий педагог Василий Александрович Сухомлинский как-то сказал, «С годами образуется пустота и разочарование у тех молодых людей, детство и отрочество которых было бездумным удовлетворением их потребностей». Считаем, что сейчас просто необходимо лицом обернуться к тем проблемам, которые стоят перед детскими общественными пионерскими организациями. В первую очередь разработать и принять стратегию развития детских общественных организаций в Российской Федерации. Необходимо восстановить материально-техническую базу детских учреждений, которая в период ломки страны была передана в ведение коммерческих структур. Сформировать кадровый состав пионер-вожатых. Преодолеть информационную блокаду, в которой оказались пионерские и иные детские общественные организации в условиях капитализма. Внести изменения в Федеральный закон номер 98 о государственной поддержке молодежных и детских общественных организаций, Федеральный закон 135 о защите конкуренции, законодательство об образовании и налоговый кодекс. Кстати, такие поправки нашей фракции подготовлены. Со стороны госорганов необходимо разработать новые механизмы поддержки таких организаций, предусмотреть подготовку кадров в учреждениях высшего и среднего профессионального образования. По вопросам детского и молодежного движения. Решить вопрос о выделении в штате учреждения дополнительного образования или общеобразовательного учреждения, ставки для куратора детских и юношеских общественных объединений. Открыть школы подготовки старших вожатых общеобразовательных учреждений федерального и регионального уровня. Организовать подготовку и переподготовку, повышение квалификаций старших вожатых и педагогов-организаторов для работы с детьми и молодежными организациями, предоставить вожатым в сельских школах оклады в размере базовой ставки, независимо от комплектации школы, а в сельских школах большинство вожатых, которые остались, работают или на четверть, или на половину ставки, ввести коэффициенты за количество детей, достижение педагогических стаж вожатых. В преддверии этого праздника мы провели всероссийский слет пионер-вожатых. Десятки тысяч детей по всей стране, в том числе и здесь, в Москве, на Красной площади, вступят в ряды пионерии, принесут клятву на верность Родине, добру и справедливости. Однако для кардинального решения проблемы защиты детства и воспитания детей мы считаем необходимым создание в стране мощной детской организации, которая получит серьезное финансирование со стороны государства и работа которой будет строиться на основе опыта развития детского движения в нашей стране. И тогда мы сможем сказать, что наши дети вновь становятся тем единственным привлекированным классом, каковы они были в Союзе Советских Социалистических Республик. Спасибо.